во имя отца и сына святого духа аминь благослови с братом кандидатом в оглашенный побеседовать а у тебя вот как это ты когда у тебя пришло это понимание что оглашение желаешь крещение оглашим оглашенный вообще я говорил сидел смотрел ролики игнать тихоновича и вот они ролик меня напугал когда он могилу себе мерил вот этими колышками ограждал себе могилу то есть уже готовился умирать как вот я думаю без игнатий тихонович как тут будет все не знаю и вот меня сподобило как бы без игнатия тихоновича ты будешь ты остаешься ты должен думать это обыкновенное дело смерть адам прожил девятьсот тридцать пять лет и все равно умер да такое дело но это хорошо прекрасная причина просто не это самый главный проповедник да и то есть то есть ситуация такие в мире вот недавно с этим с поветрием вот этим сейчас вот эти вот то есть карусель то раскручивается так скажем может быть потеряет q путь закрыт не знаю вот из-за этого тоже это тоже верно очень хорошо так но при всем этом у нас остается наши интернет на дисциплина ты написал заявление на оглашение нет еще не писал у тебя есть к истину православию книги да есть сейчас давай давай сейчас сейчас это ты и открой а я включу демонстрацию экрана открою ее в этом нашим на нашем сайте чтобы с тобой вместе смотрели а ты посмотрел книги книги 412 страница заявление эти а здесь у нас посмотрим по этим по оглавления сейчас как она по оглавлением потому что я по моему заявление не вытаскивал а только смотрел тематику ну сейчас 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 подожди тут же как таковой книги нету а там может не быть это заявление думаешь может не быть вот и я тоже думаю что может не быть но надо посмотреть мне даже интересно стало но если что мы с тобой тогда откроем книги по книгам пройдем так все книги игнатия тихоновича проведи к истинному православию о милостыне благовестие гордость папства ну да то есть из книги вот эти дела есть самой а сама книга гравюры густава даре да но это где-то может быть так 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 это может быть где-то в каком-то разделе песнопения без и колдостого богослужения может быть здесь вот у нас в этом разделе община здесь сейчас посмотрим вопросы вот видишь какие вопросы игнатий тихонович расскажите о своей общине кого в нее принимают крещеных или всех кто хочет вот так возможно что здесь он и пишет нет нету наши книги к истинного просто есть глава история крестозыческого общины там все написано то есть коротко и очень неясно так но вряд ли тогда тут есть это как на записаться к вам в оглашенной что приготовиться к крещению попросим этот посмотрим этот вопрос а вот видишь вот есть заявление лишь нашли сейчас я тебе поставлю его так демонстрация экрана начать демонстрацию чик вот так у нас есть форма заявлений настоятелю крестозыческой общины барнаула так вот такому-то пока у нас таки идет отец иакин вот читай заявление поймали имя отчество уверовал подтверждите а тут меня я уверовал это у меня тут в общем я фамилия имя отчество уверовал господа нашего иисуса христа принимая его как моего спасителя добровольно желаю принять святое крещение восставление грехов и быть членом святой православной церкви прошу внести меня в число оглашаемых готовящийся к крещению обещаюсь исполнять святые евангельские заповеди и посты православной церкви и все чему научусь на подготовительных занятиях научаюсь научаюсь на подготовительных занятиях согласно слову божие и правил святых соборов и святых отцов церкви и бесспорно соблюдать правила церковной дисциплине дальше возраст мой возраст адрес проживания дата подпись поручители фамилия имя отчество адрес проживания поручители двое поручителей вот видишь вопрос 655 ну так как я вообще не уже как как бы завсегната и поэтому чувствую что игнать тихоныч это не должен обойти ну вот план и вставил это в одном из вопросов можно ли общий не будет совсем без епископа или он все делает чтобы ты кстати эти ответы на вопросы читаешь я по сайту работаю то есть ответы на вопросы с форума на сайт да некоторые лучше всего начать с первых и вот где-то до тысячного как сейчас собака провалится ну хватит уже затяпкала главное непонятно начать вот и до тысячного где-то будет очень хорошо ты много-много больше уже понимать знать и в общем то быть членом общины что это дает если в этом какая-то польза зачем люди вступают в общину в чинзавите ну в общем ну да ну понятно так ну вот так то есть заявление заявление понятно все то есть мне написать да да ты понял да какой вопрос четыреста шестьдесят сорок девятый хватит уже гавкать иди сюда джессика джессика да это споткнулась это споткнулась джессика чё гавкает у нас джессика 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 а она пришла уже с улицы а чё ты вот чё да гавкает скажи так выпустит ее наконец-то разобраться не могут без меня 655 вопрос 655 да 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 655 ну и вот про общину ты почитай про общину вот гляди про общину так про крещение вопросы почитай очень интересные я не знаю вообще ничего не читайте это столько такое богатство просто неимоверное у нас так пока что этого достаточно мы его тебе надо написать это заявление потом нужно выйти на вячеслава семенова спросить но раз ты к крещению готовишься батюшки но неплохо можно и к нашему батюшки то есть ты готов принимать крещение потеряете желательно я правду желать ну понятно раз желательно ты не спешишь то есть там у себя никого не ищешь то тогда ну ясно что можно на батюшку написать а вообще спроси у вячеслава вот тут немножко непонятно спросить у вячеслава потом дальше напиши мои данные листок есть у тебя сейчас записывать эти данные свои дам их напишешь а подпись я тут поставлю заявление суда привезешь а насчет крещение я уж священника спрашивал и такой момент он как услышал да пойдем пойдем сейчас евангелие беру крест беру пойдем вот пруд пойдем я тебя покрещу этого даже опешил бы мы что такое а потом задумался он какой-то не кажется приемным не применил дескать ошарашить меня а я отошел такое не имею ввиду если да да они это у них на эти игры психологические такая западная фигня это называется да 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 то есть они и они не знают как поступить по-евангельски и поэтому начинают вот в игрушечки эти играть свои но они там начинают тык ты видел апостолов ты видел святых и кого видел там кого не видел но такое да я встречался тоже непонятно сначала думать что такое они как бы дают тебе добро сами с тобой никогда не встретиться ни по каким вопросам на личинка выключи у меня там свет по и шторку задвинь пожалуйста так вот так вот то есть вот это вот тебе надо сделать все да у меня там это выключить свет надо и шторку задвинуть уже а да кстати у меня стоит веничек и это когда подстригался сегодня так вот так что у тебя вопросы какие то есть что такая тема я видел видео ваше и александра борцово тема матери вот она вся на мне она она на мне тоже самое вот такая такой вот вопрос у меня длиной в жизнь можно так сказать что сердце каменное любви нету никому такое у тебя сердце каменное а у тебя когда были какие животные у нас кошка кошка была собаки были детстве а сейчас нету ты когда видишь одинокие там собаки кошки бегают у тебя сердце ничего нету на сердце не лежит взять помочь животным этим нету ничего вся тварь даны не стянает и мучается слышал такое слушай слушая тебе сейчас найду это местописание полон полностью чтобы было римлянам 8 глава 22 стих утят должно быть видно да да и на хорошо вот и гляди как тут написано его думаю что нынешние временные страду временные страдания ничего не стоит сравнение с тем что стою славу который откроется в нас ибо тварь с надеждой ожидает откровение сынов божиих потому что тварь покорилась суете не добровольно но по воле покорившего ее в надежде что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей божиих ибо знаем что вся тварь совокупно стянает и мучается до ныне и не только она но и мы сами имея начаток духа и мы в себе стянаем ожидая усыновления искушения искупления тела нашего ибо мы спасены в надежде надежда же когда видит не есть надежда ибо если кто видит то чего ему и надеется как понимаешь что эти слова да непонятно еще сейчас ибо тварь с надеждой ожидает откровение сынов божиих да это ничего страшного ты откровение сынов божиих не переживай мы сейчас это дело поправим мы найдем ли послание кремленам вот так вот раз нажимаешь сейчас я тебя я тебе показываю как нужно выходить из разных положений искать что-то вот восьмая глава вот 20 стих сейчас найдем вот сказав о страданиях апостол чтобы слушатель его не поколебался как выведенный на страдания и влеком и на бедствие говорит а не бойся нынешние временные страдания то есть проходящие ничего не стоит сравнение с будущей славой не сказал с будущим покоем но славой которая для многих вожделенно ну то есть не просто покоя слава то есть там тебя будут прославлять где покой там не всегда слава где слава там не покой словом откроется показал что слава и теперь есть но скрыта и а тогда она откроется так как она величайшая незреченно превосходит настоящий век то и уготована тем как простирающиеся в нескончаемые веки поэтому слушатель имея ввиду что страдания временные а слава будущего века нескончаемые принимай страдания и приобретай славу ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов божиих желаю показать какую получим и славу говорит что и сама тварь переменится к лучшему ты послом твать что понимаешь утворение то есть вот эта плоть наша да нет я тварь тварь это звери все тварь это все звери переменится к лучшему и тем паче мы придем в лучше и тем паче мы придем в лучшее состояние сказанное имеет такой смысл пророки говорят так у них реки рукоплещут и холмы скачут животные и чувственные предметы имеют лица лица так делает апостол когда говорить что тварь имеет надежду то есть большое ожидание что и она переменится то есть даже не только животные и но и растения то есть поэтому нам нужно заботиться и а вот о всем что растет то что сотворил господь для нас и ожидает откровение славы нас сынов божиих то есть вот почему собаки так нам привязываются и так далее и так далее от бога у них инстинкт привязываться к человеку потому что человек может быть обладателем славы божией и поэтому они и поэтому они так любят человека но это инстинкт такой а но не все человеки достойны этой любви очень дела а уса а у собак кошек по-другому не бывает и даже у многих животных которые привязываются к человеку он им дает поесть и так далее но главное не это в них а тварь с надеждой ожидает откровение сынов божиих и когда ты видишь какое-то животное несчастное на улице она смотрит на тебя не позже не просто чтобы ты взял его может быть ты тот который даст эту надежду и откроет дальнейшем жизнь их жизнь их поэтому когда слышишь речь о твари как об одушевленной полагает что так говорится по обычаю олицетворения то есть отсюда и деревья тоже и так далее то есть вся тварь творит она к тебе взывает потому что тварь покорилась суете недобровольно но по воле покорившего ее в надежде что сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей божьих а что вопрос а что вот она взывает не сказать обратись человек господу или как ну вот надо сначала прочитать то что мы здесь а потом может быть ответы на вопросы у тебя будут суете то есть тлению тварь покорилась то есть сделалась тленной через тебя человек тварь сделалась тлена через тебя через тебя сделать тварь ты ходишь такой там что-то такой сердце каменное там жопа деревянная там голова чугунная услышал как это такая была присказка про пионеров пионеры юные головы чугунные сами оловянные черти окаянные присказка такая была в свое время пионеры там ходили помогали а про них то все знали вороватые были ребята чертенята прости господи красные дьяволя то такие были сказки о партизанах этих которые с белыми боролись мы на этом выросли вот и ты тоже только ты теперь не пионер а юный пенсионер уже это пенсионеры такие вот ходят не знает куда уже податься все куда как быть и а кстати а ты работаешь или нет ты же работаешь бригаде да но на производстве да а у тебя там есть возможность куда-то расти там выше смысле ну карьер карьерная лестница что за там бригадиром стать что-то такое да не будешь до конца дней работать рабочим да наверно да неплохо это тоже неплохо конечно квалифицированные рабочие они очень нужны они на же производство но уже не одинаково очень много всяких конструкций очень очень много можно лет пять проработать и даже одинаковые не встретить да 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 солида но вот вот слушай дальше про тварь тварь это не ты тварь ты разумная разумный а ты от тебя все зависело и зависит поскольку ты получил тело смертное и подверженное страданием то и земля произрастила терния и волчцы и небо состарившиеся имеет нужду в перемене каким же у той садам он был сотворил господом для вечной жизни но для того чтобы ну как как называется карантин чтобы пройти посвящение в святого человека он должен был прожить в раю энное время и стать ну показать что он святой для этого нужно было исполнить только один закон ну ты знаешь какой какой не вкусай а древо познания добра и зла года да он вкусил он вкусил и покорился твари вместо творца но тварь это творение уже это сатана был который его искусил через ерух и через свою собственную хитрость коварство и ненависть к богу ненависть к людям и ненависть к богу вот так вот человек весь свой человек не господь там дальше говорит чтобы он не стал как мы надо надо его не дать ему вкусить от дерево жить по жизни от древа жизни то есть был еще древо жизни для него не было она открыта и поэтому когда ушел адам он некоторое время молился там перед дверями рая в конечном итоге господь рай с земли забрал он сначала рай насадил на земле говорится уезды а потом рай забрал то есть рай рай это был такой сад эдемский сад называется для именно для адама но адам себя повел неправильно вот так как ты с чугунной головой ходил все ему господь давал то одно задание то другое он должен был каждое задание любить благодарить бога за эти задания и ну все время смотреть хочет он вкусить плода она от дерева познания добра и зла или нет он не об этом думал голова была чем-то другим забита и господь увидел что нету помощника соответственно ли ему ни про какого помощника вообще ничего не говорилось нигде но однако господь это увидел вот смотри что господь в тебе это не увидел сейчас пока ты еще оглашенный ты должен быть радостный такой постоянно пребывающий воодушевленный у тебя дух должен быть веселый торжественный радостный понимаешь ты должен другим радость давать хотеть дать радость другим возьми какую-нибудь там в это в какой-нибудь этой приюте какой-то собачонку или котенка и ухаживай за ним чтобы тебя был котенок как игнать игнать не котенка не ребенка ничего нету пришел с работы на диван к телевизору и так далее все холодильник туалет диван и работать человек только потому что живут его к этому понуждает и не за кем даже ухаживать и потом у меня сердце каменное у меня задница деревянная там у меня там труда застывшие все ледяное ну так ты ничего и не делаешь для того чтобы кого-то полюбить а здесь мать возьми священное писание и открой на слово мать там увидишь очень много всего и почитай и выпиши себе то что тебя касается коснулась со словом мать очень и ты увидишь что без матери у тебя не дом не содержится ни веры не будет никакой я уже с этим встречался эти каменные морды деревянные жопы ничем ничем заканчивается оглашенный по сей день этот парнишка виктор у нас такой был я маму не люблю она меня там не туда гоняет там чё здоровый такой а мать такая разговорчивая такая шибутная очень много помогала в лагере его тихом очень много но постоянно эту в одну сторону толкала то другой конечно итоге ушла из общины у нас перестала полностью помогать даже начала какие-то грубые слова говорить на общем на 1 тихомыча и закончилось все тем что ее убили начала там привлекаться с ребятами которые делали отделку не в квартире и они прям то топориком прям по башке жахнули которым там стены подрабатывали но там что-то отбивали а она завещание написала на его тихо ночи этой квартиры своей и пришел этот витя вечно оглашенный тогда тихо ночью на тихо ночи на него обратно все переписал как не могу же тебя оставить без квартира там еще у него брат родной и вот они братья друг с другом не любят друг друга правда ненависти еще и мать оба не не любят вот так все закончилось страшно трагедией я думаю даже там проклинали мать раз так такое случилось но чем там с ними закончилось не знаю но их нету на нашем видимости вашей сейчас общины никого нет ни младшего не старшего страшно да я просто знаю чем закончится это твое деревянная жопа такое говорить даже нельзя у меня к матери нету ничего молодец парень хорошо устроился и как ты собираешься пред богом пристать и бога которого которую не видишь говори что любишь а брата которого который рядом с тобой ненавидишь а тут даже не брат а мать которая тебя родила ты почитай там человек из я просто знаю что в библии написано про мать почитаешь и все а вот это вот ты вот прочитай вот это вот римлян 8 глава вот и читай про тварь который срок вот гляди слова в надежде и прочее подобные почитай сказанным по обычаю олицетворения и так и сама тварь освобождена будет ты думаешь что раз мы убили всех этих бедных животных все это растение погубили потому что все это свернется как свиток небо земля сгорит и сидела на ней и все что ли да нет конечно это господь покажет нам до чего доход доводит грех что все что он сотворил а мы не приняли все он испепелил конечном итоге потому что из не из этого ничего мы нужного для себя для ту веры своей благодарности бог не вынесли понимаешь в чем дело но но для верных для верных все все что он сотворил и сказал хорошо все это будет он достанет и перенесет в небесный иерусалим понятно и там будут собачки там будут козочки львы белые медведи будут тереться земную ось все они будут но для верных для верных они будут такие что странно будет даже моря не будет поэтому китов не будет рыб не будет ну что моря там не будет заместом моря будет яспис как кристалл такой под ногами то есть воды не надо будет вода свою функцию сделала ну вот мне это вот очень сильно понятно потому что телу человеческому не надо будет не пить не есть не дышать не дышать солнце будет сам господь иисус христос солнцем видишь какие странные места ты даже и не знал что они есть получается не ты один но и гораздо низшие тебя не имеющие ни души не чувства и это говорю будет участвовать с тобою в благах и не будет уже тленным но сделается соответственным тебе доходит до тебя до ума твоего эти слова до сердца до сердца скоро дойдут когда тело твоего стала тленным то и тварь сделалась тленной также когда тело твое сделалось нетленным то и тварь станет нетленной ты должен тварь спасать понимаешь потому что из-за тебя из-за таких как мы это тварь стенает вот мы тут всех подбирали эту эту я в тайге нашел маленькую чихуашку которая гавкала все марина у себя на работе нашла карамельку там под забором маленькая такая собачка была сейчас она родила и такая же маленькая сейчас у нас бегает от нее но мы ее не отдадим потому что она цвета такого мариша аргем малышка у тебя дай мне пожалуйста показать георгию у него нету никого чего вот хорошо сейчас покажу тебе покажите чудо какое она дохленькая родилась полу ну как умершая вообще не дышала я сделал ей искусственное дыхание марина побежала теплой воды такой горяченькой принесла тазик я туда окунал окунал и поднимал ну давай ну давай покажи покажу давай да вот а чё на головы машет давай давай сюда давай сюда и вот я из и это делал дыхание задувал его это в рот и гляди в пастушку да задувал гляди какая чудо это это щенок еще да ну конечно он маленький маленькая она еще месяц и нету нет почему есть уже 15 сентября а ну вот только что месяц нам исполнился мы ее назвали милана один глазик у нее только один а другого-то замаскированный вот такая гляди в пятнышко но это реттерьер вот реттерьер вот она дохленькая была ей так вот давай грудную клетку туда пастушку дую и вот так окунаю в воду и поднимаю окунаю поднимаю чтобы давление было началось и она начала дышать потихоньку дышать а потом когда я надоела она уже видать обхлевалась как давай рычать я влечет не пойму чё на это я думаю это она захлебывается уже столь и а потом слышу как поросенок голова большая такая тельце такое дохленькая висит и вдруг ручки на эти лапки задние передние начали биться и все я гру а на силу это сила у нее началась и все она жила а первый который родился она через четырнадцать часов после первого щенка а первый родился маленький такой чуть-чуть подрос и двенадцать дней прожил и сдох мы его на берегу реки закопали пускай оттуда смотрит какой чудный был мир куда его мама родила но наши грехи его к сожалению убили жены мои началось подвижки вот к вере она увидела как как цыпленок утонул цыпленок бочки утонул подлетел вот так и этом бочки вот в катке вот у бабушки вода стоила а смотришь ты это чё ты там делаешь делай там печаль вот вот так и это побудила ее искать искать нечто живого живое вот она новый завет прочла рано учить вот это все малыш как тяпкает уже великолепно живое существо он еще у нас две кошки есть тоже одну хотели убить говорят но последняя котенок остался лет утопен а выгиб нет нет мы заберем ладушка назвали она у меня в машине спряталась в дни вид да так что пришлось там снимать панели чтобы выковырить из под руля в дырочку такую маленькую забралась там где-то отопление было вот такая вот ну маленькая такая была сейчас большая кошка всех выше переловила а бася я ехал просто смотрю ну там люди идут она у них под ногами вот так я ну чья-то такая красивые голубые глаза котеночек тоже маленькая такая с ладошечку может меньше прыг-прыг и кому-то под ноги попал и кубер покатилась там в папоротник в этот в лопух я тогда так подъехал аккуратно к обочине дверку открыл она такие глазки подняла вы из-под лопушка из-за того я говорю если хочешь с дядей жить прыгай ко мне она в три прыжка прыг-прыг и прям в машину прыг забралась мне отсюда на шею и все и поехали все сейчас живет у нас всех подобрали ну и так ну еще подбираем уже у нас правда многие куда-то убегают коты не держатся у нас как кошки а вот собачки да вот нужно сердце открывать свое долюбите друг друга долюбите друг друга это может быть такое что мама тебя не любит она может быть неверующая и она не любит тебя к примеру ну даже что родился ты там от нее или что не такое но неверующая непонятно что но так как ты можешь только об этом рассуждать но не можешь точно знать поэтому ты со своей стороны и ее люби а господь до любите друг друга обращаясь к ученикам до любите друг друга не любите а любите да любите друг друга что значит любить ну любить ты открой там это что там словаре написано и читает что там про слово любить это уж как говорится ну совсем уже для дебила какого-то вопроса что такое любить то есть ответь сам на этот вопрос что такое любить открывай слово божье что такое любить и там ну прям и пить это в куча целое любить ну давай вот откроем ладно может глупый вопрос задал да простите ну он не то что глупый но он до такой степени обширный вот гляди сейчас это должен был давно уже это сам все пройти ну че ты ждать что ли это 1 коринфян 13 4 ну вот гляди вот читай про любовь с первых стихах да прям читай да и все нам это не будет если я говорю языками человеческими и ангельскими а любви не имею то я медь звенящая или кимбал звучащий если я если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру так что могу так что могу и горы переставлять и горы переставлять а не имея любви то я ничто если я раздам все имения мои я дам тело мое на сожжение алюминия мое все имение тут буквою должно быть мое на все сожжение а любви не имею нет мне в том никакой пользы любовь долго терпит милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится не бесчинствует не ищет своего не раздражается не мыслит зла не радуется неправде не сорадуется истине все покрывает всему верит всего надеется все переносит любовь никогда не перестает хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут а знания упорзнятся не языки а языки вот давай любовь долго терпит вот или что такое любовь вот начинаем любовь долго терпит что такое долго терпит то есть если у родителей допустим если вот на родители это применить если у них какие-то пороки молодец какие-то то есть особенности характер может быть какой-нибудь хорошо то есть терпеть переносить это не роптать да я согласен долго терпит да ну неплохо но есть некоторые такие пороки которые совсем терпеть нельзя уже ну совсем уже нельзя терпеть там какая-то особая жестокость может быть и кощунство на бога вот там по отношению к людям какая-то жестокость тут надо высказаться как допустим у этого у Бормана сын сейчас живой и он просто у Геринга у Геринга сын живой и он вот когда там интервью у него будут и так далее он говорит я тогда маленький был но уже что-то понимал а сейчас жаль что нету отца я бы ему все высказал что думаю о нем то есть вот такая похвальная понимаешь то есть я бы говорит обличила во всем вот могли дальше во первых они не верующие у тебя вообще долготерпение должно быть дальше милосердствует что такое мил милосердствует как перевести это милосердствует ну то есть прощать это как сказать есть такое слово очень древнее жалеть жалеть не жалеть о чем-то а жалеть кого-то вот у тебя должна быть эта жалость милосердие мягкое сердце должно быть ты пишешь у меня каменное сердце но ты не пытаешься его сделать милосердным а господь говорит забыли суд милости веру суд милости веру за кого ты хочешь я там готов там все за Христа отдать жизнь и так далее за мать готов жизнь отдать готов конечно ну уже лучше значит любовь не завидует то есть зависть у тебя есть нет я не завистливый а зависть чем перед родителями знаешь перед родителями нет не знаю у них мудрости больше житейской и когда они тебя учили ты там в рот всякие какашки сувал а они тебя с терпением с долготерпением с милосердием жалели вставали рано шли там за тобой везде смотрели присматривали отбирали эти какашки ты не проглотил никакую иголку никакую операцию тебе не делали то есть за тобой наблюдали и наблюдали и наблюдали почему ну ты их сын они тебя любили вот я тебе могу сто процентов сказать что вот родители в самом начале когда ребенок рождается но они его любят ну если они вместе живут конечно там не какие-то особые обстоятельства почти всегда это происходит а господь говорит так даже если мать не будет скармливать ребенка своего то есть отнимет от груди и не будет его кормить и даже если леопард потеряет пятна свои а эфиоп свою черноту то я никогда не оставлю тебя вот такой господь милосердный вот так он тебя любит а для чего это говорится для того чтобы ты видел какова любовь Божия и стремился к таковой любви то есть ты должен через не могу общаться с мамой и сказать ей что ты хочешь ее любить и если ты не любишь так и скажи мама я не люблю тебя я очень хочу тебя любить то есть правду говорить очень хочу тебя любить потому что я должен любить Бога как я не могу тебя могу не любить или приди скажи мама я тебя сейчас люблю а вот до этого не любил это мне все дал господь любовь к тебе любовь не превозносится ты не должен быть выше родителей своих ты никак не будешь ты не можешь родить ни маму ни отца не гордиться то есть вот это вот как раз гадость она не дает ничего впереди стоящему произвести не бесчинствует увидишь все должно быть в чину родители выше тебя ты ниже как Господь Иисус Христос сын ниже отца говорит ну а где-то говорит я отец одно ну а потом опять ну сын ниже отца не может сын быть равным отцу а потом говорит я и отец одно вот так то есть не может ученик быть выше учителя своего написано не ищет своего а раз ты христианином хочешь быть то ты должен Христову искать не раздражается что такое раздражение раздражение это все то доброе что с тебя слетает вот советы различные все что ты копишь в себе доброго видишь как другие люди живут свято и все это опадает когда ты начинаешь раздражаться то есть тебя как трясти начинает что это не так это не этак все с тебя спадает не мыслит зла не мыслит зла то есть от раздражения может прийти ненависть вот ненависть это это уже закрепившееся зло внутри тебя тут даже не мыслит зла понимаешь а ненависть которая ненависть то есть я не люблю кого-то вот уже все не любовь то есть злоба возникла вот как это злоба возникла во многих кто живет на Украине как это злоба возникла к русским людям она возникла же как-то возникла а там дальше пошел каскад падений и других людей ну понимаете еще понимаете еще у Александра нету отца а у меня и отец есть ну ух тебе с отцом еще разбираться тоже с отцом тоже сложнее намного чем с мамой гляди не радуется не правде а сорадуется истине во всем этом ты должен найти истину то что я тебе говорю про матерь а это дается только через чтение Слова Божия все покрывает всему верит всего надеется все переносит вот такая любовь и ты это должен сохранить до конца дней своих даже если родители у тебя не уверуют у меня отец не уверовал мама уверовала сестра уверовала ходит церковь но не принимает того что я ей говорю о искренной вере то есть о рождении свыше вот она просто ходит церковь да все интересно красиво сейчас это модно везде церкви красивые стоят так вот все покрывает все покрывает все покрывает это не значит что мы закрыли глаза на грехи и так далее нет нет ты должен наоборот написано не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте то есть ты должен еще обличать написано как матерей старших обличайте там как этих отцов как старших как отцов своих там и так далее говорится это по моему апостолу Петра все всего надеется все переносит а надежда надежда не постыжает то есть надеется она молиться надо всему верит всему верит ну по слову божьему по слову божьему всему веришь ты слово божье когда я верю нужно верить всего надеется все переносит любовь никогда не перестает хотя пророчества прекратятся языки умолкнуты знания упразднятся когда я был младенцем то по младенчески говорил по младенчески мысли по младенчески рассуждал а как стал мужем то оставил младенческое вот и а теперь прибывает все три вера надежда любовь но любовь из них больше если сравнивать а что конечно любовь любовь у тебя и появилась вера надежда на спасение а теперь нужна любовь любовь а ты сколько у тебя маме лет она работает еще нет на пенсии уже шестьдесят шесть и она у тебя ухо она тебя родила сколько тебе сколько двадцать девять мне двадцать девять да она тебе в шестьдесят шесть родила нет почему ну то есть отец у меня пятьдесят второго года мама пятьдесят шестого вот я второй ребенок в семье старшая сестра на два года старше ой маме как тяжело было с тобой господи помилуй в 37 лет родить для сегодняшнего времени это тем более девяностые были девяностые годы и все по любви да я понимаю и отец тоже на производствах там спирт рекой лился отец очень постоянно был месяцами прямо в загашнике да карамелечка не надо гавкать пожалуйста а не надо гавкать карамелечка я тебе не пойду открывать сейчас тетушка выйдет вас перед сном выгуляет вот у тебя малышка вот малышка бегай снова малыша они без тебя тут загибаются открой пожалуйста дверку примите ваших клиентов опа маленькая с хвостом играет мамечкина да да тяжело тяжело маме было мама рассказывала как ей соседка или кто стучалась в дверь дитя говорит наверное это ваш муж там недалеко от дома там за гаражами она его беременная мной уже на позднем месяце она его доставала оттуда пьяного из кустов тащила домой а сейчас он как ну такое себе уже в здоровье нету но все равно привычки остались что выпивать привычки да да ну ладно слава богу он не буйный тихий мирный а ну у меня тоже отец не не буйный не буйный слава богу это очень хорошо но видишь это участь пьяница в этом озере Огеном написано об этом надо успеть рассказать отцу об этом надо успеть рассказать отцу я рассказывал это не верующий что взять ну рассказал это хорошо рассказал это хорошо расскажи как слово отец тоже почти в библии и расскажи как библия верующих готовит кто такой отец для верующих для тебя как верующего человека кто он для тебя может быть это может что-то исправит его он ужаснется просто и может стыд какой-то будет нам мамочки скажи скажи мамочка давай вместе в храм ходить было бы это неплохо для начала хотя бы в храме не разговаривать ничего скажем в храм зайдем только не разговариваем молча помолимся и уйдем постарайся в таком храме быть где нету исповеди на литургии где литургия просто литургия полтора часа и все чтобы не затягивать ничего а там уже можно поговорить ну вот так для пробы это все да сложные вопросы 29 лет просто надо решать такие уже пока не поздно да пока я родители живы я наверное потом себе места не найду вот то что не найдешь не ты не найдешь а господь тебе место может определить уж не очень благоприятно я хочу сказать что ты поторопись уж с этим мамочки сказать люблю тебя могу я благодарю тебя за то что за то что ты родила меня не говорил что никогда в жизни что зачем вы меня родили у меня ощущение было когда я был маленький как будто я приемный да это потому что они взрослые были уже очень очень у вас огромный разлет по времени было они не верующие люди они тебя ничему не воспитывали не учили и поэтому такой был к отрыв казалось бы они такие уже старые все а ты только новенький еще они не знали просто чуть отдать им бы самим пожить охота а тут на старости лет дитя неразумная считаешь три года ты еще ничего не понимал маме уже 40 было представляешь 40 она уже на работе уставала это же не 20 лет не работать 40 лет уже устаешь а 45 сто процентов уже валишься приходишь с работой просто с на пол а тебе еще восемь хорошо что хоть на горшок сам ходил да вот эти картину немножко обрисовывать и уж там сам дорисовывать и 29 лет все-таки а у тебя то не лучше будет если ты решишься жениться я не планирую пока если господинка какие пока а потом дальше во сколько будешь ребенка воспитывать когда тех 60 ему сколько будет 15 до вот такие вот дела решу тебя что-то даже запоздала потому что поздного рождения что ты в 29 лет а у тебя такое еще как у нашей над и 21 она тоже мне никто не нужен никого не надо я вот и смотри чтоб те в 30 лет не торкнула то будешь бегать туда 7 подряд нужно влюсти себя вот так так что ты читай повнимательнее слово божие такие самые сакраментальные моменты слове божием и ты даже не читал о любви о смерти о дружбе о предательстве об отце о матери о родственных связях это же можно прям от поисковик набирать и прям исследовать отдельно темы особенно можешь даже небольшие проповеди готовить по этим тематикам и можешь даже мне сказать эту проповедь ну на 5 минут на 10 зачитать допустим но допустим о матери проповедь на 10 минут как считаешь но это сколько 10 минут это одна страница можно попробовать ну смотри варьировать можно как хочешь о родственных связях о любви к богу только не забудь там это вставить и любовь к ближним своим ближние свои это те которые прям рядом с тобой они не верующие ничего но они рядом а кто о своих особенно домашних не печется тут хуже неверного написано хуже неверного вот так так что смотри вот эту сегодняшнюю нашу встречу ты можешь переслать александру борцову он послушает то что у людей есть еще хуже положение чем у него а у него хуже намного нет у тебя хуже у него мама верующая она только не так верует как он хочет но она хоть в храм ходит но я еще хотел объяснить то есть мы с матерью хорошо общаемся иногда конечно бывает это ну это редко конечно это из-за меня я винову но общаемся нормально как не знаю отношения такие даже назвать не могу не теплые отношения как это как дружественные как приятельские я не знаю как назвать отлично гляди конечно конечно у тебя правило трех минут должно работать откуда мы мама не пришла ну если там только что там старайся мусор сам выкидывать там магазин ходить куда-то таскать что-то у тебя машина нет у тебя нет и я без прав не справа так бы родители возить ну теперь уж они на пенсии далеко не надо у них дача то есть у вас так вот мама живет отдельно от нас в своем доме отдельно вот у 66 лет отдельно в доме с ней никто не живет она одна да так 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 вообще тебе хорошо вы как хорошо то и сколько ты часто часто посещаешь как часто ну раз в неделю примерно раз в неделю а звонишь тоже примерно вот как собираюсь к ней идти позвоню вам дома нет да сейчас приду вот гляди ты должен звонить каждый день маме каждый день звоните должен а зачем а что говорить здороваться как дела спрашивать не обязательно но неплохо но спросите а здоровье маму как ты себя чувствуешь вам доброе утро там или добрый день позвонить так и звони каждый день ну через день можно и мой раз когда ну а так каждый день звони здоровайся прям здороваться она спросит сынок что с тобой ты скажи мам что-то на меня примут напала это далеко ты так соскучился здороваться хочу с тобой хороший совет что тебе мама нужно что-то такое да я вас понял можно даже и так тоже далеко ты от нее находишься вообще да нет есть минут ходьбы ходьбы до 15 господи помилуй у меня была сейчас мамочка жива дело все в том что весь дом этот здоровенные построил для матери но прожил здесь с ней ну может быть от силы год 1 и все мы в том сезоне тоже построили ограду поставили я вот ну конечно это не стоит ничего но это так звучать будет на 300 тысяч я матери отдал своих заработанных денег то есть по деньгам пожалуйста сейчас тоже мелкая стройка деньгами тоже обеспечиваю это хорошо тогда тем более ты все это делаешь по любви ты так маме скажи мама я люблю тебя и видишь то что работаю и так далее я тебе по любви своей это отдаю там сильно в дискуссии не вступай если что-то она скажет что-то обидное может или чуть тебе покажется никаких дискуссий ты должен найти этот момент когда должен упасть на колени перед ней поцеловать и руку и обнятие за колени сказать мамочка благодарю тебя спасить спасите а христос за то что ты для меня сделал родив меня я бы никогда не узнал христа никогда бы не перед передо мной не стояла вечная жизнь если бы не ты она там может что-то тебе сказать и так далее ты скажи вера моя побуждает любить тебя несмотря ни на что так и знаю что моя любовь тебе безгранична так даже не знаю какой-то стыд понимаете даже в глаза смотреть трудно увидишь это надо постоянно узк вот вот чего чего у меня этого никогда не было с мамой вот там ее не было на красноярске жила в барнауле она допустим приезжает там через каждый год но там я не было 9 месяцев там или сколько она приезжает вот я там не встречаю часто машине встречала когда не было машине просто пешком и это всегда у нас такой печной как будто мы вот это но мы постоянно созваниваемся там и так далее то есть без этого никак не обходилась и поэтому она только с местом и сразу там или на занятия куда-то или но с община или еще куда-нибудь идти там братья приходит на занятия сестры прям в дом собирались то человек по 9 и она тут тоже участвует во всем как только в этом вечер с ней поцелуемся игру мало спокойно ночи или она ко мне придет я уже в этом отрубаюсь и утром то же самое доброе утро так все жизненно было за какие-то вопросы я там есть задаю вопросы она мне отвечает по слову божьему но она мало знала конечно ну читала читала постоянного не было толкованием это первый том открытым оком с толкованием блаженного филакта но в общем то чё я могу сказать я думаю мамочки конечно в царстве небесном не могу другого не могу пока другого представить себе очень легко у меня потому что сердце она мама на вас руку поднимала да конечно у меня отец тоже лупил я там тройки получал плохо учился хулиганил немножко там девочек за косички дергал и так далее получал по полным за все благодарю а меня отец не трогал а мать мать у меня так то строгая очень хорошо за это все было поблагодаришь маму у меня мама меня перестала лупить когда у меня был железный автомат из железа такой штампованный и крючками вот так вот загнутый везде и он там огонек такой и вот этот автомат схватил ударила по мне раз-два по спине и автомат этот раскрылся напополам но эти крючки и все батарейки там все из лампочки по вылетали проводки она такая стоит и говорит так ну чё уже нечем бить это самое было тяжелое а мне на роли 14 боя борьбой занимался здоровый стал штамгу уже поднимал 100 килограмм приседал там тоже подтягивался уже ну чё сказать 14 лет уже его нормальный у меня переход был где-то в двенадцать лет я там в 11 так переход когда надо было чем-то меня хорошо в легкую атлетику отдали с этого мое началось восхождение я начал спортом заниматься всякой общественной деятельностью там у нас были такие военизированные кружки автоматы разбирали собирались 3 стреляли из мелкокалиберных винтовок из пистолетов я в кружке был по бегущему кабану стрельба научился там стрелять хорошо всегда выбивал много даже по бегущему кабану у меня восьмерки были что очень сложно те хочу сказать там чуть и и такое ну в общем вот так никому вот у меня были очень трогательные отношения с мамой с отцом были конечно похуже можно шло в командировках постоянно но однако когда здесь у меня доживал свою свою жизнь почти два года мы тут с ним боком от прожили к сожалению даже при последних часах смерти его он так и не уверовал я его просил хоть маленький шажок на встречу господу сделать чтобы еще он пожил я вот сделаю на встречу маленький шажок могу еще поживешь господь увидит что ты желание у тебя есть и он даст тебе жизни что ты как можно больше отверли веру переходил читал много тоже даже и таких ночи книг читал и трехтомник этот прочитал наш но его просто прочесть ничто не значит ты же видишь мы с тобой сейчас разговариваем по трехтомнику ты про тварь не знал а любви тоже вопросы задаешь прям грустно даже становится сердце у меня обливается за тебя кровью вот видишь вот отличие оглаши оглашаем их вот поручая поручителей я-то понимаю к чему тебя все может привести я знаю сколько видел тех которые были оглашенными которые которые были бы ли я у них был поручителями и потом их не стало десятки людей десятки ты можешь быть оглашенным я могу быть поручителем а мы с тобой никогда не можем не быть друзьями даже будучи верующими вот у меня был ермолин антоний петербурге мы с ним больше полугода или душа в душу каждый каждую неделю выходили беседовали там рассказывал что прочитал там и так далее хорошо отвечал на вопросы но верующий молился так он такой худенький постился и так далее а сейчас я ему звонил он мне не отвечает ну там на занятиях задал вопросы он битом у нас тут есть общем к четыре человека нам хватает нам никого больше не надо вроде того вот так вот и все заканчивается ну я не просим не про себя говорю что там я там это возмутился как-то или еще что-нибудь ну это первые шаги к тому чтобы все закончилось ничем приехал крестился в этом году вот так вот я даже понимаю почему почему от чего у него все это ну я не достоин просто его как это так но так вот так так если я не достоин то он должен меня спасатель должен меня обличать постоянно другим путем пошел то есть вот такая сложная ситуация верующих людей а должны быть единодушно единомысленно разные характеры понимаешь нас мало и нас еще меньше но самое главное мы невроз нас таких разных мужчин и женщин объединяет христос объединяет христос таких разных людей совершенно ну и подумай о какой-нибудь живности ну понимаете нет ни один дома живу отец еще не знаю вряд ли а у мамы кто-то есть там кошки не она тоже вот так мнение не надо живности тоже не хочет никакой не кошку ничего хотя мыши бегаю до сюда кошмар может созреет потом может достанут ее мыши кота заведем хотя свой дом собаку можно даже не одну да много не надо с мусом с такого недавно человек так но вопросы давай до закруглимся с тобой тебе и так хватит уже ну что значит мне готовить по проповедь коротенького да а матери попробуем попробуй какой-нибудь эссе что называется с с зарисовка на такие какие-то ну полезные темы с зарисовка такая литературная но так как она у нас касается души то ну будет пускай будет это короткая проповедь любви к родным не только мать там отец есть но если тебе еще про отца удастся то и хорошо будет и про отца ну по отец этого для меня было очень сложно я вот про отца кстати не раз ну так говорю но намного меньше с отцом я не такие трудительные отношения у меня так батя спокойной ночи там батя доброе утро там папа папа могу сказать отец редко обычно его батя папа могу там когда что-то такое так мужик ну как как у тебя еще тут так вот руками раз такой ну то есть такое вот так да ну тебе предстоит потрудиться это очень тема такая тяжелая очень для меня тяжело у тебя из колени икона икона есть у тебя там иконостасик то есть да ну возьму можешь взять икону какую-нибудь как как вам вызвать наталья наталья это тяжелое имя тяжелая наталья наталья всего одна наталья святая одна про нее прочитаешь по эту наталью и это достань икону наталью этого и александра александра андрея то есть нет александра малыша наталья тому не ему что кто был александр ну святая наталья то которые а андреан но андрей андреан андреан и наталья больше нету никаких натальи когда прочитай что поймешь все это не женщина это кремния поэтому вот тебе и свет святой андреан и наталья в помощь маме прочитаешь жить и святой этой придешь скажем об тут интересно ты знаешь тут есть такая святая и наталья звали и поэтому имя у тебя именно по этой же святой и прочитаешь и продлены наталья отца как звать анатолий анатолий помоги господи тебя с отцом анатолия да понимаю почет должен любовь должна быть к родителям то что они да они родили меня воспитали но то что ты живешь с отцом помогаешь им это уже плюс а ты говоришь у меня черт каменное сердце не такое что но и каменное как кажется ничего себе 300 300 для лямов отдать это не просто так дорогой ты мой это ты сам себя как говорится уничижила это неплохо нормально это хорошо что я узнал об этом в конце а то вы я столько бы не слезил здесь узнав что ты 300 тысяч матери отдал и говорит что ты не любишь все бы ты деньги тогда он просто понимаете вы понимаете вот вы как как вы говорили к своей матери я поставил это к своей матери и ну никак вообще понимаю у нас мамы с моей женой особые у нас все наоборот было обычно матери своих детей поддерживают а у нас мамы наоборот маринина мама я всегда мамой называл мама рая она меня поддерживала а моя мама за марину вступалась меня по мордосам лупила чего ты обижаешь ее там и так далее у меня такая бордоса что и кулаком не всегда пробьешь а тут я говорю ну правильно правила да все я понял хватит ну смешно так что у нас особые отношения были очень трогательные давно с давних лет а марина моего отца папа называла отец папа то есть она никогда не вызвала там дядя володя или там владимир андрианыч у него кстати имя это отчество андре андре андреевич у него у меня дед был андрей как раз вот это вот андреан написал делать дела любви еще такое слышал чтобы любовь делать дела любви но это неплохо найдешь там почитаешь и столкование блаженного ферфилакта и я не думаю что на следующем занятии это надо не надо на следующем занятии ты готовь и если что пиши мне там вопросы в чате мы с тобой будем выходить и коротко по этому вопросу проходить чтобы тебе что-то открылось и глядишь и тогда вот так это большая тема это очень большая тем это не на один не на одно занятие с нет но тема большая а ты для себя нужно и для себя нужно и поймать несколькими цитатами слова божьего сильно не надо загружаться не надо идти туда куда-то это я занятие по ветхому завету веду и мне надо как можно больше и шире раскрыть тему чтобы попонятнее все было людям ты не слушал ветхий завет мои занятия иначе начал слушать бытие там 1 глава 1 стих ну там первое это первое занятие тому чисто свет я по святым прошел а вот дальше там уже да там дальше начинаю раскрывать там уже много-много всего я вот еще в ток занятия проходила но кому 8 занятия по бытие я все еще прохожу третий стих и только вот в этот понедельник буду говорить о свете 4 стих 4 5 там уже о свете вот так там уже папка бы полегче немного хотя свет вообще ничего такое непонятно что такое свет ну впрочем также как еда непонятно и все остальное как она вас переваривается и дает нам силы или живот наоборот отращивается или ну в общем стану все но господь вот через это все у нас укорачивает и возвышает и вразумляет научает обличает так вот ну как и все остальное то что господь строит и всем от володя тоже мыси владимир пашенко все ну сейчас он приехал тут кое-чем не помогает так как я тут ходить не могу сильно у меня то там-то там под поможет черта сделать поделать он говорит да говорит и в иной раз даже не вспомнишь что такое солнце или луна как они из чего они состоят и так далее просто можно подумать о любом небесном светиле а земле вот мы ходим по земле ходим по земле она движется движется вокруг своей оси 400 метров в секунду 400 метров в секунду в минуту учета получается но на 60 240 2400 метров в минуту тысяч нет вас на километра как а в час у ней 29000 что-то такое-то летит с такой скоростью ну в общем огромные цифры такие голову не влезают и мы здесь находимся полотник а если где земля вот возьмет и остановится чего будет ты представляешь как будто автомобиль на скорости 1000 километров в час врезался в такой же автомобиль на такой же скорости лоб в лоб если не хуже как будто смятка будет просто земля напрям мяться начнет это ядро которое тяжелое внутри она просто пробьет землю и вылетит куда-нибудь ядро 1200 километров состоит из железа и никеля из феррума и никеля феррума 88 процентов и никеля 5 процентов представляющую это за тяжесть земля с чем мы в космос улетим я говорю как мы улетим там солнечный ветер везде нас поджарит да и все сначала заледенит потом поджарит радиация и господь все нас хранит на этом шаре на круги ним землю на земном все пределы положил в воде там этому ветрам этим солнечным палящим атмосферу сотворил разными слоями для того чтобы мы в космос вылетели еще сделал атмосферу и дальше не может человек полететь понимаешь уже решили там на луну слетать туда-сюда а везде радиация идет и не знают как победить радиацию не знают и все никто никуда не летает никто никуда не полетит больше я думаю все это вот это предел вот луна и все а марс и там и так далее вообще никчемность никак не вообще никчемная вещь на марс ну слетал ты на вас дальше чего а вот вдруг там жизнь есть какая жизнь марсиане с ножками если были верующие никто бы никуда не летал жизнь бы строили здесь как верующие люди общины бы строили проповедники что были детей мы воспитывали следили бы за питанием постились пред богом и все но этого нет в общем даже огромные деньги вкладываются в это вот нынче вот этот слышали про этот телескоп то джеймс уэпп или как его но такой из да вот так вот составлены тоже это огромные деньги зачем посмотреть просто вот на красоту что господь создал китайцы делают 100 метровый телескоп 100 метровый телескоп делают сколько там тоже трудится ну то есть это на земле а там торгит орбитальный уже на земле на земле но у них там горы есть и там они его сделают он будет очень далеко смотреть не надо и космоса увидит то видят много чего ну только смысл какой бука рашку никакой не увидишь ты внутри себя не заглянешь вот этот вирус и не знают а кто-то говорит он искусственный там сделали искусственно его вирусы искусственно сделать нельзя можно их помещать в разную среду чтобы они мутировали эти вирусы разной средой их кормить и они будут мутировать а потом их на ком на мышах там испытывать вот так вот это можно сделать а чтобы внутрь там него закладывать там чего-то там перекладывать это невозможно нету таких у нас возможно во первых мы не понимаем чем но переложил ты это или это что будет ты не знаешь а он мутирует быстрее чем ты будешь там пытаться проникнуть они очень быстро мутирует он сколько этот был этот вот этот сейчас сегодняшний и сколько раз он там менялся в разных странах там так бразилии там везде 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 менялся менялся я в конспирологии в эту не верю как господь не даст там туда забраться так не даст и в глубин в макро космос так и не даст микро космос забраться он и так нам много дал атомное оружие а закончить все сам сказал поэтому ну поэтому в общем-то отсюда мои как бы предположения хотя игнотик начну мысли по-другому но чё сказать такие его предположения что это может помочь прийти антихристу там и так далее посмотрим тем мы развивать не будем так ну ладно спаси христос тебя спаси христос вопрос помоги господи спокойной тебе ночи пока ночи поклон передавай родителям хорошо с кем там ты разговариваешь скажи игорь владимирович дыбунов скажи бывший геолог приблизительно вашего возраста 64 года верующий уже я уже верующие получаюсь с 92 года верую в бога я наверно видео скинул она уже у меня это в интернете сидит то есть вконтакте там скайпе я могу и скинуть телеграме то есть она у интернет на и отец станет отец или телевизором советский человек так она чую видосики смотрит который ты дает тоже даешь ей нет вот это вот это религиозное не даешь да нет а почему да как-то это видите она мне там это какой-то организации состоит то ли секторе что я не знаю маленькая такая реализация человек 100 вконтакте то есть а вконтакте они все да они вконтакте по какому принципу а я не знаю там там всего на у язычники или не религиозная религиозная да я знаю даже да там языке ведичество язычество и еще что-то я так и не понял ничего себе типа блаватской что-то да да я не знаю даже не разбираюсь там вообще то есть обожествляет людей и по все боги космос энергетика похоже ну типа такого но они у них нету конкретно какого-то учения они могут собирать хоть откуда там религ называют ну как бы основа у них религ а потом там блаватская и там сейчас новые там есть фамилии именно они вот на алтай ездят сюда этими делегациями здесь связь с космосом особо это мы со всеми этими духами энергетиками то есть у меня мама она религиозная я помню на она татарка чистокровная отец у меня русский так вот мама мне учила вот что-то там по-татарски я помню что даже молитвы какие-то или что потом учила мне очень наш даже как-то мне я помню а потом ведическая культура то есть она туда-сюда вот и он по жизни вот так туда-сюда туда-сюда и какие-то йоги и индия какая-то что-то не помню вот это вроде веды но хагавагита есть такое не помню даже изображение фотографии кота мужика вешал вот здесь вот даже она висела играет и кто это учитель да не приведи господи легко примут антихриста такие люди христос христос всех во христе так ну ладно все с богом помоги господи богом спасибо христос аллилуйя аллилуйя